Немало тех, кто категорически против вооружения людей, потому что это противоречит двум концепциям. Концепции полного разоружения и христианской концепции. Еще Иисус Христос говорил, что кто придет с мечом, тот от меча и погибнет. Тогда в какой же ситуации человек берется за оружие? Только ли в том случае, если он хочет нанести кому-то вред? Добрый день, дорогие телезрители! С вами ток-шоу «Между тем» и его ведущий Али Алиев и Дарья Быкова. Я для начала хочу привести две поговорки, вернее, скорее всего, это два варианта одной и той же поговорки. Бог создал людей, а Сэмэл Кольт сделал их равными. Или второй вариант. Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы. Мы сегодня поговорим о праве ношения на оружие в Российской Федерации. И для начала небольшая историческая справка, то, что, думаю, все в курсе, что в Конституции 1993 года оружие упоминается только два раза. В статье 31, где право на собрание, митинги и демонстрации обуславливается тем, что они должны проводиться мирно и без оружия. И в статье 71. Определение порядка оборота оружия отнесено к введению федеральных органов государственной власти. Однако в том же 1993 году был введен закон об оружии, разрешивший иметь газовое, электрическое и другое небоевое оружие. И через три года был также введен новый закон об оружии. Уже в 1996, да, через три года. Разрешивший иметь длинноствольное огнестрельное оружие и газовое короткоствольное. На этом завершилась первая волна спора о том, нужно ли российским гражданам владеть оружием, по примеру, граждан процветающих западных демократий. С тех пор у нас споры о легализации оружия не утихают. Я бы даже сказал, что разгораются каждый раз. Ну да. Поэтому сегодня мы пригласили в студию двух очаровательных барышень, да, это у нас Мария Бутина, федеральный координатор движения легализации краткоствольного нарезного огнестрельного оружия «Право на оружие» и Ксения Дмитриева, общественный деятель. Здравствуйте, я думаю, присядем. Приступим к допросу это называется. Да, ну для начала мы бы хотели вместе с вами посмотреть на наш традиционный опрос. Мы спросили жителей Москвы на то, как они отнесутся к тому, если им разрешат использовать оружие легально. И что они с ним будут делать. Я противник оружия, в принципе. Вообще, по использованию оружия гражданам я противник. Оружие имеют боевое оружие. Ну и даже, пожалуй, и вот это так называемое небоевое оружие. Тоже не очень. Ну, баллончики с газом максимум. Ни в коем случае, потому что это будет провоцировать, а потом у меня реакции не хватит, ума не хватит и нравственных устоев не хватит, чтобы воспользоваться. Просто дай бог, чтобы милиция боролась с этим. И мы были на готове, но другими способами. Потому что вот в Америке разрешено носить оружие. Сколько смертоубийцев, страшнейших. Детей убивают, перестреливают. Просто, понимаете, это никому не поможет. Да, я периодически ношу травматическую. С целью защиты себя и близких. Да. Ну что ж, я думаю, мы посмотрели опросы. У нас так получилось, что одни мужчины высказали мнение почти что за ношение оружия. Мария, у меня к вам вопрос. Ваша организация «Право на оружие» выступает за то, чтобы люди приобщались к культуре ношения оружия. Или же чем конкретно вы занимаетесь? Да, мы занимаемся защитой действующих владельцев гражданского оружия, которых сегодня в России 5 миллионов. И также занимаемся тем, чтобы им было предоставлено дополнительные права, в частности на короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, как вы упоминали в начале. Мы считаем, что и мировая практика прежде всего показывает, что это самое эффективное оружие для необходимой обороны. Мы считаем, что оно должно быть разрешено в России. Сегодня приобрести его, к сожалению, гражданам нельзя. Ну и также, естественно, в сферу нашей деятельности относится и необходимая оборона, потому что вопрос оружия неразрывно связан с вопросами самозащиты и самообороны, которых упоминали сейчас уважаемые граждане в нашем опросе. И мы защищаем людей, которые оказались в ситуации необходимой обороны, причем вне зависимости от того, использовали ли они оружие, либо они каким-то другим предметом защищались, другим способом. Вы имеете в виду юридическую защиту? Да, мы обеспечиваем юридическую защиту, но прежде всего это вопрос общественного резонанса, потому что с репрессивной практикой нам еще предстоит очень долго работать. Человек, который применил оружие или просто защитил себя, очень часто оказывается на скамье подсудимых, это большая проблема. И поэтому единственное, что сегодня, какой рецепт можно посоветовать, это привлечение общественного внимания. Тогда вы хотя бы можете рассчитывать на справедливое решение. А у вас есть какие-нибудь примеры? Конечно. Я имею в виду, судебная практика сейчас носит более обвинительные уклоны, я правильно понимаю? К сожалению, да. Я думаю, что это связано с тем, что сохранилась еще некая палочная система, и в конечном итоге, ну вот представим себе ситуацию, вот женщина... Палочная в смысле отчет. Да, и в смысле отчета. Вот женщина, вот убитый мужчина, совершенно очевидно, что есть труп, кто-то должен сесть, и вот таким образом, к сожалению, работает вот эта репрессивная машина. Но, тем не менее, ситуацию можно изменить. В общем, даже дело не в законе, дело вот в самом контексте вот этой ситуации. Но какие-то попытки предпринимаются, и вот по итогам большого количества, в том числе и нами, дел, которые поднимались на общественную повестку дня, в прошлом году Верховный суд вынес постановление, которое расширяет гарантии, дает гарантии человеку на необходимую оборону. Есть успешные примеры этого. Однако, это еще более непаханное, и работать с этим еще очень долго. То есть вы считаете, что если краткоствольное огнестрельное оружие будет разрешено носить, хорошо, не носить, владеть им, в этом случае количество преступлений снизится? Да, разумеется. Если мы посмотрим последние отчеты МВД, то увидим, что в целом у нас снижается количество преступлений, преступность снижается, согласно официальным отчетам. Однако, на высоком уровне остается преступление, уличная преступность, обычная преступность против личности. И сегодня Россия занимает по числу убийств, например, первое место в Европе. Поэтому, в общем-то говоря, основания для опасений сегодня есть. Но вопрос разрешения именно ношения короткоствольного оружия, владения короткоствольным оружием, эту ситуацию в определенной мере решает. Как это, например, показывают те же страны Прибалтики, которые после принятия соответствующего закона получили очень серьезный спад, прежде всего, уличной преступности, вплоть до 40%. Это связано с тем, что сегодня ни для кого не секрет, что граждане, которые пожелали совершить преступление, не находят, как сделать это. Каким-то предметом либо приобретают оружие на черном рынке. А вопрос только в том, что гражданам законопослушным, они же законопослушные, им сегодня защититься, к сожалению, де-факто нечем. Поэтому, конечно, это как минимум уравняет шанс и даст дополнительные гарантии человеку на защиту. Хотя, я абсолютно не говорю, что пистолет панацея. Именно огнестрельное? Именно короткоствольное огнестрельное нарезное. То есть травматики мало для защиты? Да, разумеется. И баллончика мало для защиты? Конечно, мало. И электрошокера мало для защиты? И электрошокера мало для защиты, конечно. То есть вы считаете, что надо иметь именно огнестрельное оружие? Разумеется. Для того, чтобы защититься от хулигана? И более того, преступник должен четко понимать, что в случае, если на вас будет совершаться нападение, он может быть убит. В противном случае, к сожалению, то, что мы с травматикой сейчас видим, она нападающими, вот девушка в метро защищалась, Александра Латкова, то есть увидев травматическое оружие, нападающие, они даже не отреагировали на это. Потому что никакой реальной угрозы они не видят. Хотя, да, травматикой можно убить вполне человека. Но вот этого ощущения, понимания нет. Да, резиновая пуля. К сожалению, нет этого понимания. Что касается там баллончиков... Но далеко не каждый человек отличает травматику от боевого оружия. Да, это так. Но действительно, сегодня травматика разрешена. А потом в состоянии стресс вряд ли преступник будет смотреть, что вы там доставите из своей семьи. Вот это проблема того, что было разрешено травматическое оружие. То есть преступник должен точно знать, на что он идёт, когда идёт на преступление. Что вы можете дать ему отпор. А то сегодня получается, что по улице бродит огромное количество беззащитных людей. На любого из них, особенно если там одинокая девушка, можно вполне нападать и иметь гарантию, что защищаться нечем. Ксения, вы согласны? Ну, я считаю то, что огнестрельное оружие, оно должно быть в руках силовых структур. Прошу прощения, мы не представили. Мы представили, Ксения Дмитриевна, сообщественный деятель. В руках силовых структур, в первую очередь, почему? Потому что это специально обученные люди, специально отобранные, которые умеют владеть этим инструментом. И, соответственно, они проходят соответствующую подготовку, обучение, периодически учатся и знают, как его применять. Если оружие будет доступно всем людям, это, скажем так, палка о двух концах, да, с одной стороны они смогут защититься, но с другой стороны это влечет за собой огромное количество, возможно, будет больше смертей. Потому что, в первую очередь, защищать нас должно государство, в первую очередь. И, соответственно, наверное, все силы должны быть направлены на то, чтобы, ну, именно отбирать лучших сотрудников. Но если преступник будет знать, что нападение на женщину может повлечь его смерть, вы считаете, что, как бы, количество преступлений увеличится? Я согласна. Здесь вот этот вопрос самообороны очень острый. То есть, с одной стороны, действительно, но с другой стороны, если оружие будет у всех, практически у всех, то, соответственно... Насколько я понимаю, так вопрос не стоит? Нет, вопрос вообще так не стоял. Да, я против свободной продажи оружия, я только прицелью. Ну, скажем так, чем больше будет оружия, оружие, оно не решит, это не решит вопрос. Но ведь оружие не будет выдаваться всем подряд? То есть, не значит, что с детского сада каждый ребенок будет получать... Кстати говоря, статистически в России установлена закономерность. между количеством оружия и количеством преступлений. И вот, если каждый год количество оружия у нас растет на 10-12%, это официальная статистика МВД, то ровно, прямо пропорционально снижается количество вооруженных правонарушений и преступлений. То есть, чем больше оружия, тем меньше преступности. Я бы сказала так. Я считаю, что оружие должно быть в руках у специалистов. Это частные охранные предприятия, это, опять-таки, силовые структуры. Либо очень жесткий отбор тех людей, кому можно иметь оружие. Но согласитесь, ведь постового не поставишь на каждую темную улицу. Это факт. Безусловно. Но, тем не менее, во-первых, зачастую люди бывают в измененных состояниях. Вон, там, человек поссорился со своей девушкой, еще что-то. У него есть в руках оружие. И зачастую он может спровоцировать любой конфликт. А, как правило, бывает такое то, что люди действительно, находясь вот в этом состоянии, может быть, он выпил, может быть, у него какие-то проблемы. Он хочет спровоцировать что-то. Как правило, очень часто такое бывает, что люди хотят выйти с кем-то подраться, еще что-то. И он может применить это оружие, а потом очень сложно будет доказать, это была самооборона или он хотел кого-то убить. То есть вот здесь возникает очень много сложностей. Знаете, я вам просто простой пример приведу. Иногда люди у нас с собой носят ключи. И вот если вот этими ключами напиться, этим ключем напасть на кого-нибудь, то можно заколоть кого-нибудь. Поэтому я думаю, что мы должны здесь дискуссию вести не о конкретно оружии. Наверное, это вопрос к человеку, тому, что должен быть отбор людей, которые владеют оружием. А причинить смертельные повреждения можно чем угодно. И вряд ли я могу согласиться с тем, что оружие само по себе может спровоцировать какое-то преступление. Ну давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. В России сегодня 5 миллионов владельцев оружия, 3 миллиона охотников, 6 миллионов 400 тысяч единиц огнестрельного оружия. При этом это не пистолеты, это дробовики, это штурмовые нарезные винтовки с оптическими прицелами, это травматическое газовое оружие. И по официальной статистике МВД из общего количества вооруженных преступлений легальное оружие фигурирует в 6 тысячных процента случаев, что люди не совершают. Ну с дробовиком же на улицу никто не выйдет, или с сайбой то же самое. Если я правильно понимаю, речь идет о бытовых преступлениях. Что же сегодня мешает тому же владельцу законопослушному гражданского оружия взять в конце концов этот дробовик, сделать что-то, но с легальным оружием как в России, так и в других странах не совершают преступлений. Ну вот это так. Тем не менее наличие этого оружия увеличивает шанс того, что он его использует. Ничего не увеличивает. Наличие оружия не увеличивает никаких шансов ни на что. Ровно так же, как наличие в ваших руках ножа не увеличивает шансы того, что вы человека заколете. Абсолютно. У вас есть предмет нож, вы его применяете по тому назначению, который он есть. Потому что если мы будем преследовать логику запрещения большого количества предметов, то я предлагаю запрещить прежде всего людей. Потому что они могут совершать преступления головыми руками. Вообще они очень опасны. Поэтому изолировать людей от людей. И вот это будет самое лучшее идеальное общество. К сожалению, мы не в состоянии запретить преступность как таковую. Но с помощью оружия мы можем дать человеку дополнительный шанс. Потому что советовать... То есть в борьбе с курением мы можем ограничивать продажу сигарет, возрастные вводить цензы. А с оружием этого не надо. Разумеется, нужно. И сегодня у нас уже существует система отбора владельцев гражданского оружия. Этим занимается лицензионная разрешительная система МВД. Впрочем, работающая весьма эффективно. Где для того, чтобы получить оружие, это не так просто. А что нужно для того, чтобы получить? Вы должны будете, прежде всего, получить медицинскую справку и две дополнительных документы от психотерапевта и нарколога. Извините, я вас перебью. Пока что нарезное огнестрельное оружие у нас для частных лиц запрещено. Правильно? Да, есть варианты для... То есть ни я, ни вы, если мы не являемся сотрудниками оружейных сил. Если нас не наградили соответствующим оружием. У нас еще есть 12 тысяч наградного оружия сегодня на руках, которым обладают люди, которые были награждены этим оружием. А так, просто в гражданском обороте вы не имеете права приобрести это оружие. Но сегодня, опять же, например, что такое обычное короткоствольное нарезное огнестрельное оружие? Если не вдаваться в подробности, то это где-то его мощность 500 джоулей, например. Сегодняшний дробовик это 3000 джоулей. То есть мы должны с вами понимать, что оружие, которое предлагается сегодня к разрешению, значительно слабее того оружия, которое уже есть. Поэтому вопрос... Разговор же не идет... Они предназначены для разного совершенно. Во-первых, я с вами не соглашусь, потому что у нас сегодня есть... Охотничье оружие предназначено для стрельбы на большое расстояние. У нас нет охотничьего оружия... Вернее, есть охотничье оружие, но нужно разграничивать. У нас сегодня есть лицензия на оружие самообороны. Оружие самообороны — это ружье, которое вы имеете право хранить дома и транспортировать. Если же вы хотите охотничье оружие, вы тогда, в свою очередь, получаете охотничий билет. Поэтому говорить, что у нас сегодня нет оружия самообороны, наверное, неправильно. Для самообороны дома у вас... Вот ваше ружье, оно, в принципе, вполне... Для этого нужен сейф, насыпной? Ну, насыпной нет, конечно. Для этого нужен металлический ящик, обитый железом всего лишь. Но, тем не менее, для того, чтобы получить такое оружие, вам потребуется собрать соответствующие документы. Кстати, сегодня пройти обучение на владение оружием. И только тогда, после проверки ваших, что у вас там не числится за вами соответствующих непогашенных судимостей, например, Вот недавно приняли... Какие, кстати, документы нужны? Документы, прежде всего, медицинская справка, плюс справка от психолога, психотерапевта и нарколога о том, что вы не состоите на учете. Вам потребуется сертификат об обучении, обязательный рапорт от участкового, где будет указано, какой у вас сейф, где он расположен, недоступны ли ключи для остальных людей присутствующих. И, вдобавок ко всему, там будут две строчки под рекомендацию соседей, то есть, что, в общем, являетесь ли вы законопослушным гражданином. После этого вы оплатите небольшую госпошлину для каждого региона на своя, но это в пределах 100 рублей всего лишь. И вот после этого вы только ходатайствуете о получении, через месяц получите разрешение на приобретение, приобретете и поставите на учет. А для короткоствольного оружия будет такой же порядок? Да, для короткоствольного такой же, но там есть важная деталь. Дело в том, что короткоствольное оружие поддается баллистической экспертизе. То есть, к добавлению к этим необходимым нормам, вероятнее всего, будет введен также контрольный отстрел. То есть, с таким оружием совершать преступление, ну, как паспорт оставить, потому что, ну, баллистическая экспертиза, даже уже по фрагменту, как бы, учитывая современные технологии, может опознать конкретный ствол, из которого был произведен конкретный выстрел. Поэтому оно, в чем его плюс очень важный, в том, что оно опознаваемо полностью, в отличие от травматики, где пуля полностью деформируется при выходе из канала ствола. Какой средний возраст у вас людей, которые из пяти этих миллионов, которые держат оружие? В основном, очень четко прослеживается не только возраст, но и также, кто эти люди. По большей части, это законопослушные граждане мужчины среднего возраста, имеющие семью и детей. И характер, это не молодежь. То есть, это примерно от 35 лет, там, до 60 лет. Вот это где-то вот этот критерий. Для женщин сегодня оружие не распространено, для молодежи, могу сказать, тоже. Связано это все-таки с тем, что, ну, цена весьма дорогая, и все-таки молодой человек, он пока не задумывается об этом вопросе, к сожалению. А вот мужчина в таком возрасте, у него есть что терять. У него есть семья, ему нужно защитить свою семью. И поэтому вот по срезу даже сторонников и членов нашей организации могу сказать, что это вот эти взрослые ответственные мужчины, которым есть что терять. И вот они приобретают для этого оружие. Ну что ж, мы вынуждены сейчас прерваться на рекламу. И дальше продолжим. Мы продолжаем эфир. Сегодня говорим о легализации огнестрельного оружия. И у нас в студии новый гость. Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт, высшей категории психолог. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Думаю, вы уже слышали нашу дискуссию. Это у меня сразу же вопрос. Вот Мария говорила, что нужно получить справку. Я же читала о том, что справки часто подделываются. И как бы какой процесс? Даже вопрос не в том, что они подделываются, а вопрос в том, что они получаются вполне формально. То есть они очень доступны в этом смысле. И все, кто так или иначе сталкивался в принципе с идеей получения справки, знают, что для этого нужно прийти в НДФ, ПНД, постоять в очереди, проплатить эту пошину формально, получить справку о том, что ты не состоишь на учете. Ровно на 30 секунд загляну к специалисту, который скажет, нет, не состоите, нет. Хорошо себя, хорошо себя чувствуете. Все, до свидания. Вот. А вот с этой позиции я бы хотел Ксению поддержать, потому что на сегодняшний день речь идет о том, что вот эта доступность, вот она опасна сама по себе. Идея. На что ориентируется обыватель? На то, что нам показывают по телевизору. Пришел американский школьник, перестрелял кучу народа, где-то там у кого-то что-то отняли, где-то застрелили кого-то, то есть из травматики оттуда, отсюда. Вот сам по себе посыл, он абсолютно правильный. Я согласен с идеей, что да, действительно, в каждом темном переулке не поставишь постового. Да? Но что людей напрягает? Вот та самая недоказуемость. И пример, Маш, который вы привели с этой девушкой, мы все видели эти ролики, да, вот, снятые на станции метро. И что? Девушка получила срок. Ну, друзья остались живы, надо сказать. Я согласен, друзья остались живы. Может быть, это бесценно. А мы можем об этом спросить у нее, можем спросить у ее мамы, например, что она думает. У нее только отец. Не имеет значения, это метафорично. Понимаете, вот речь идет о чем? У нее у самой можно спросить, она готова на сегодняшний день, находясь в местах заключения, вот на то, чтобы пойти на такую жертву, ее друзья остались, там, не знаю, живы или там здоровы или как-то еще. Думаю, мы вряд ли можем говорить за кого-то, но я могла бы сказать за себя. Прекрасно. Я-то на это готова. Прекрасно. Я жизнь человека бесценна, бесспорно. Понимаете, тут ведь хитрость заключается в том, что по картинке не было угрозы жизни. На самом деле, экспертами было установлено, я просто, мы ведем это дело, и на суде, я неоднократно была на разбирательстве, экспертами представляло заключение о том, что в процессе вот этой драки участвовал нож. Это было по характеру жестов определено, это с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения закона, сегодня 37 статья предполагает необходимую оборону, в том числе третьих лиц. Поэтому совершенно очевидно, что все, что Александр сделал, все правильно. На этой площадке находился представитель власти. Ну что ж, знаете. Господа, я бы не хотел сейчас обсуждать это данное конкретное дело, потому что многие зрители не в курсе, о чем мы вообще говорим. И как бы разборка уголовного дела, это не совсем входит в нашу задачу. Я лишь хочу сказать о том, что на сегодняшний день владение оружием, оно для владельца оружия представляет даже большую опасность, чем для окружающих. Потому что, а, нужно научиться им владеть, б, нужно чувствовать себя совершенно защищенным, да, и, в, нужно правильно эту ситуацию просканировать, где его использовать. Ну пока, насколько я понимаю, разговор же, повторимся, разговор не идет о том, что оружие надо выдавать всем. Разговор идет о специальной подготовке людей, которые потом будут владеть институтным оружием. Да, мы с этого начали, мы с этого начали. Я допускаю, что подготовка проводится хорошо и качественно, по крайней мере в сертифицированных центрах, без сомнений. Но сам по себе посыл, скажем так, получения документов на право владения, он абсолютно формален. И вот, на мой взгляд, здесь я готов... Не говоришь про то, что можно денежку еще заплатить. Так вопрос, почему же с легальным оружием не совершают преступления, выходит система отбора работы. Давайте смотреть не на эмоции, легко, нелегко, трудно, не трудно, а давайте смотреть на цифры. Шесть тысячных совершается с легальным оружием преступление. Я согласен. И при этом оно участвует в необходимой обороне, даже в оправданной. Хорошо, возвращаемся на два шага назад к тому, что видит обыватель. Все помнят дело майора Евсюкова, да? Прекрасно. Все видели удивительные кадры задержания подозреваемого, когда, так сказать, вот на глазах у боевых товарищей, так сказать, вот наносится тяжелейшая травма сотруднику МВД. Понимаете? Где это оружие? И вот любой человек, который за этим наблюдает... О, господа, майор Евсюков, между прочим, с нелегальным пистолетом пошел расстреливать безоружных людей. Вам это ни о чем не говорит? Мне это говорит о том, что даже в спецсистемах существуют дыры. Понимаете? Не то, что... Ну, конечно, какая же здесь дыра. Вот супермаркет, безоружный охранник, уже разоружили всех. Дыра заключается в том, что представитель власти, у которого есть официальное право носить оружие... Тоже может быть сумасшедшим. Понимаете? Делает это. Что говорить вообще про граждан, в принципе? Ну, граждане не совершают преступлений с оружием. Ну, статистически не совершают. Тогда надо отнять у МВД оружие, раздать гражданам, понимаете? Нет, ну, на самом деле есть такие страны, например, как Чехия и Австрия, где уровень преступности в 10 раз ниже, чем в России. И там разрешено короткоствольное оружие и вообще достаточно либеральный режим оружия. Я согласен. И знаете, к чему это ведет? Есть Соединенные Штаты. Это ведет к такой штоке, как гражданское задержание. Когда люди участвуют вместе, полиции помогают. Почему противоречит? Есть благополучная Скандинавия, откуда вышел Бревик. Понимаете? Есть много всего. Я за что... Кстати, в США в три раза преступность ниже, чем в России. Вероятно. Мы об этом не знаем. Мы видим картинку на экране. Я голосую за что? Так вот, я думаю, что нужно доверять все-таки официальным цифрам, нежели картинке. Картинка может быть разной. Возможно, но для того, чтобы найти официальные цифры, я должен куда-то пойти. Картинку я нажал на кнопочку, и вот она. Призываю всех к дискуссии именно по конкретным цифрам. Согласен, хорошо. Это было бы более разумно. Я голосую за что? За то, что само получение самого права на оружие должно быть как-то иначе устроено. Как? Ну, например, неформально получить справку от психиатра, что ты не состоишь в ПНД, а, например, пройти психологический скрининг на особенности личности, например, на такие, как способность владеть эмоциями, например, на такие, как импульсивность. Есть такая практика, вот в одной из государств, например, в Австрии, там достаточно легко пройти курс обучения владения оружием, но очень, ну, не то, что сложно, но у них достаточно серьезные психологические тесты, прежде чем ты станешь владельцем гражданского оружия. И надо сказать, что по уровню преступности Австрия считается самой безопасной страной Европы, это точно. Прошу прощения, если в нашей стране можно купить диплом медика. Значит ли это, что нужно запретить медиков, чтобы они делали операцию? Нет, не значит. Вот здесь то же самое. Давайте смотреть на конкретные цифры. То есть вот надо всегда исходить из того, есть ли проблема. Вот у нас есть легальное гражданское оружие сегодня. Мы предлагаем разрешить более слабое оружие, чем разрешено сегодня. С разрешенным сегодня оружием преступлений не совершают. По-моему, все логично. То есть это граждане, которые, на самом деле, человек, который идет получать разрешение на оружие, он уже прошел определенную проверку на адекватность. Потому что это процесс. То есть это нужно пойти, прийти, участкового позвать, время, деньги и так далее. Если человек решил совершить право нарушения, он покупает нелегальное оружие или берет табурет и совершает то, что ему нужно. Для чего? Зачем идти и регистрировать себя как личность? Отдавать свой паспорт и так далее. Если процессы совершения преступления по-другому делаются совершенно. Мы не говорим о том, что человек, который хочет получить оружие, пойдет в преступники. К счастью, да. Не об этом рассказывали. Да, это к счастью. Да, там не так показалось в какой-то момент. Знаете, у нас сейчас на связи Геннадий Владимирович Гусков, экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации. Давайте с ним обсудим эти вопросы. Да, конечно. Связь есть? Да, я вас слышу. Добрый день. А вот Геннадий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Аппаратное можно нам вывести на экран? Или у нас будет... У нас, к сожалению, сегодня будет только звук. Геннадий Владимирович, скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с вопросом легализации оружия в Государственной Думе? Продвигается ли этот законопроект? Или же он на этапе таких же рассмотрений и обсуждений, которые мы проводим сейчас у нас в студии? Никаких серьезных прорывных вопросов в законе об оружии не решается сейчас в Государственной Думе. В последнее время бюрократия наша, она изыскала возможности изменить этот закон для того, чтобы иметь возможность контролировать и что-то заработать. Ну, например, была большая переработка статьи о гражданском оружии и самообороне. И сегодня все граждане, которые приобретают это оружие и самообороны, они обязаны сначала пройти курс практической стрельбы, это ладно. Но они еще обязаны раз, по-моему, в три года, я могу ошибаться, хотят сейчас сделать чуть ли не каждый год, проходить специальные зачеты и экзамены. Понятно, что как эти зачеты и экзамены в коррумпационной России проходят, то есть все просто платят деньги и получают сертификат. Точно так же, как сделали сегодня для частных охранников. Частные охранники бедные измордованы такой степени, что у них аттестации ежегодно, в то время как у сотрудников... Это вопрос. Аттестация идет раз в пять лет. Поэтому, если мы говорим о серьезном законе об оружии, то, по крайней мере, власть делает все для себя, чтобы вам было удобно контролировать, удобно наказывать, удобно получать взятки, откаты и все тому подобное. Если говорить о ключевом вопросе, давать или давать населению оружие, я очень много участвовал в различных дискуссиях на эту тему. И моя позиция очень много лечит, потому что само по себе оружие не решает проблемы общественной безопасности. Оно не решает, это просто иллюзия. Но я всегда говорил, что все страны, которые добились успеха в борьбе с криминалом, все страны, которые имеют реальную возможность своих граждан защитить от опасности, от преступников, они идут другим путем. Они укрепляют правоохранительную систему, они укрепляют судебную систему, они создают качественную следственную систему. И таким образом, неотвратимость наказания за преступление становится совершенно реальностью. У нас в стране, я призывал к реформе правоохранительной системы, я призывал к реформе МВД. Но когда я увидел, что наша властная система не способна реформировать ничего, она поручила реформу МВД самому МВД. Что получилось, мы с вами видим. Кроме усиления полномочий, увеличения полномочий, кроме того, что эти полномочия дают дополнительные возможности взяток, поборов и прочих благ в отдельных карманах и в отдельных семьях, ничего не произошло. Граждане не получили обещанную безопасность от реформированной системы. Реформированная система работает точно так же, а иногда и хуже, чем та система, которая работала до реформы. Поэтому я вынужден поменять свою позицию. Я считаю, что мы обязаны дать гражданам шанс защитить себя, свои жизни, свое здоровье, а также жизнь своих родных и близких от преступников, которые в нашей стране зачастую оказываются совершать преступления безнаказанно. За взятки можно уйти от преступлений. За взятки можно... К сожалению, у нас связь прервалась. Технические неполадки. Прокомментируйте. Я именно так и думаю, я была бы счастлива, если бы основной упор делался именно на то, чтобы... Тут сам посыл кривой, я прошу прощения, что перебиваю. Посыл в чем? Спасение утопающих, делай рук самих утопающих. Система не работает, ребята, вот разберите оружие. У нас восстановилась связь. Да, я прошу прощения. Геннадий Владимирович, слышите нас? Сейчас слышу, только я не понимаю, в каком месте она разорвалась. Можно было продолжить. Давайте тогда я вам задам другой вопрос. Вот смотрите, мы сегодня уже затрагивали тему постановления правительства Российской Федерации о награждении оружием граждан. Вот на мой взгляд, это достаточно дискриминационный закон, потому что при наличии определенных сумм и связей, любой человек может получить наградной пистолет. Вот скажите, вы с этим согласны или же нет? Ну частично, потому что практики показывают, что наградного оружия в стране очень мало, она составляет то ли проценты. Когда я был депутатом, вот статистика была так, 6,5 или 7 тысяч единиц наградного оружия, в основном это пистолеты. Я очень хорошо вас слышу, я не знаю, что происходит со сведением. Не, не, мы тоже вас хорошо слышим, все, все хорошо. Вот, то есть, на самом деле, когда я еще был депутатом, ну я и сейчас являюсь по нормальной версии, это просто меня Единая Россия своим голосованием лишила этого статуса. На самом деле, в тот период, мы обсуждали эту статистику, это было примерно 6,5-7 тысяч единиц на всю страну наградного оружия. При количестве общего оружия легального, находящегося в населении в 5 с лишним миллионов, это, конечно, капля в море. Да, безусловно, наверное, имея определенные связи, определенные деньги, можно что-то получить, хотя это не очень легко. Но наградное оружие не является серьезной опасностью, поскольку статистика говорит, что из него практически не совершается преступление. Вот из него значительно больше случаев самоубийств, когда люди в возрасте болеют и кончают жизнь самоубийством или по каким-то причинам. Это да. А что касается его криминальной угрозы, ну это, в общем-то, больше гипотетическая возможность, нежели реальная. Геннадий Владимирович, спасибо вам большое. До свидания. Как вам такой вот аргумент? В стране, где люди не научились защищать себя даже в суде, поднимается вопрос о том, чтобы защищать себя с помощью оружия. Так он вроде уже решен, у нас уже есть право на оружие. То есть, как бы, вот, мы же не в целом о разрешении оружия говорим, о конкретном. Я в психологии в данном случае. На мой взгляд, речь идет о том, что... Нет, просто как-то, извините, перебью вас. Просто когда вы говорили об Америке... Право ли я имеющее? Или тварь я дрожащего? Там все-таки о Чехии, об Австрии... В этом вопрос. Там немножко другие люди живут. Вопрос идет... Вернее, вопрос ставится не так. Если даже судебная система, то есть вот здесь как раз то, о чем говорила Ксения, если силовые системы не в состоянии нас защитить, если судебная система не в состоянии отстоять наши права, то какое у нас должно быть восприятие окружающего мира, если нам при этом еще раздать оружие? Нет, раздать ни в коем случае нельзя. Мы говорим о лицензированном праве на приобретение. Хорошо, хорошо. Мы вышли на круг. Есть лицензированное право у граждан и есть официальное право у силовых структур. Понимаете? И вот здесь возникает дисбаланс. Откуда идея на того, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих, что мы сами должны себя защищать сначала с оружием в руках, а потом в суде? Просто он очень показательный. Дело в том, что оружие в каком-то смысле является последним шансом. Мы об этом говорили. Да, может помочь, может не помочь. Да, бывает. Не панацея, согласна. Но давайте вот посмотрим на систему такую штуку, как, например, огнетушители. Вот огнетушитель – это тоже спасение утопающих, дело рук самих утопающих. У нас есть профильные службы. Значит ли это, что гражданам не нужно доверять огнетушителям? Или, например, аптечки. Вот аптечка дома – это очень опасная вещь. Там есть разные медикаменты, которых можно наесться и погибнуть. Но в нужный момент это может спасти жизнь. Значит ли это, что при наличии специальных служб типа скорой помощи нужно запретить аптечки? Вот такой вопрос. Ну, отвечаю. Извините, господа, давайте мы сейчас прервемся на рекламу. У вас будет время сформулировать ваши вопросы. Хорошо. И мы продолжаем говорить о вреде и пользе огнестрельного оружия. Мария, вы сказали, что если запретить оружие, то также можно запретить огнетушительное оружие. Это аналогия, например, с теми же средствами индивидуальной защиты, как аптечка, огнетушитель. Или, знаете, как вопрос готовить дома. То есть, в принципе, человек может приготовить какую-то еду и отравиться при этом. Значит ли это, что нужно запретить ему готовить и оставить это только общепитом? Наверное, нет. Но вот мне бы хотелось услышать мнение все-таки по этому поводу. Эти тезисы, они как раз подтверждают идею о слабости системы. И чем больше у меня дома аптечка, тем, значит, меньше я могу рассчитывать на поддержку соответствующей медицинской системы. На самом деле, совершенно не факт. Чем больше... Ну, это именно факт. Наверное, зависит от состояния здоровья. Не в коем случае. Это зависит от того, что пойду я к врачам, буду я им доверять или не буду. Пойду я к милиционеру, буду я им доверять свою жизнь, свое здоровье, свою свободу или не буду. Мы же вроде решили, что милиционер везде быть не может у нас. Да, но везде может быть камера и везде может быть правильная правовая система. Кстати, в Великобритании пошли по такому пути, там везде понавислили камер и считали, что камеры спасают от преступления. Они всего лишь его фиксируют, понимаете. Ровно так же, как часто, к сожалению, правоохранительные органы, они только упаковывают уже в конце. Поэтому к вопросу о судебной системе, она должна работать. И вот эти системы слежения, они как раз должны обеспечить безопасность. И можно, конечно, ликвидировать пожарную службу и всем раздать огнетушители. Примерно так у нас происходит. Мне речь, что никто не говорит о ликвидации правоохранительных органов, или я утратила, нет дискуссий. Нет, нет дискуссий присутствует. Мы говорим о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И если мы должны заботиться сами о своей безопасности, получая при этом оружие, пополняя при этом аптечку, увеличивая количество продуктов и огнетушителей, то тогда зачем нужно все остальное? Вот возникает вопрос. То есть при наличии аптечки вы оспариваете необходимость скорой помощи, правильно? Абсолютно, да. Ну, конечно. Ну, а в чем? Скорая помощь даже не может ко мне приехать. Надо запретить скорую помощь. Ну, вероятно, нет. Но мы можем пойти по пути, который Зощенко описывал, борьба с трамвайными ворами путем уничтожения трамваев. Но речь идет о том, что в основе всегда должен присутствовать какой-то здравый смысл. И какая-то логика. Да, без сомнений, если я живу где-то в отдалении, в лесу, на даче и так далее, то вероятность того, что я должен сам себя защищать, довольно велика. Более того... Ровно как если вы живете в мегаполисе. Да, но зачастую мы даже речь ведем о самозащите даже не от человека, а, например, от свободно гуляющих бродячих собак. Совершенно поддерживаю. Понимаете? Это большая проблема. Да, это огромная проблема. И в этом смысле я с вами совершенно солидарен, но она как раз выявляет слабость еще одной службы. Санэпид, например. Понимаете? Знаете, вот мы на самом деле можем бесконечно вести дискуссию о слабостях некоторых служб. Но если сегодня с помощью гражданского оружия мы можем спасти хотя бы какие-то жизни, это имеет смысл сделать. Потому что вы вот сейчас много констатируете о том, что мы можем дискутировать, хорошо ли, плохо ли работают и так далее. Но речь не в этом. Если дополнительно, вот, например, травматическое оружие при всем своем несовершенстве в год, за 2008 год в российской газете были такие данные, за 11 месяцев было совершено 600 случаев необходимой обороны, признанных оправданными по Москве и Московской области. Если бы этого оружия не было, оно сегодня единственное для необходимой обороны, то эти люди, возможно, были бы сейчас мертвы. Неужели мы, вот, когда мы не разрешаем гражданам защищаться, не ведем, не берем ли мы огромный грех на свою душу вообще? Ну, мне понятие греха не очень знакомо, оно очень размытое, но я просто хочу, Маша, вам вот что сказать. В принципе, я с вами согласен. Я сам, я сам, вот, по сути, да, реально, владелец травматического, короткоствольного, гражданского и так далее, гнестрельного. Да. Вот. И, опять же, продолжая эту тему, говоря от себя, я, например... А когда-нибудь пользовались? Вот я как раз хотел об этом сказать. К счастью, нет. Вот. А ситуации когда... Ситуации бывали. И я как раз повторяю. И как законопослушный надейец гражданского оружия, оно обычно не применяет на самом деле. Да. Мысль о том, что у меня есть возможность сделать еще один шаг назад, пытаясь сдержать ситуацию и не допустить, так сказать, вот, воспламенения, вот, для меня, например, это очень серьезно. Я знаю, что у меня это есть. Простите, а оружие, которое вы имеете, оно рождает ощущение защищенности? Или наоборот? Уверенности и защищенности. Успокаивает и дает ощущение ложной защищенности? Нет, нет, тут никакой ложной защищенности нет. Ну как? Я... Ну, вот, Машу я спрошу, Маша, вы когда-нибудь стреляли в человека? Ну, к счастью, нет. Ну, я владелец гражданского оружия, естественно. Вы морально готовы в человека выстрелить? Если моим детям будет угрожать опасность, а вы? Вы говорите про стрессовую ситуацию. Естественно. Нет, просто так, конечно, нет. Любого, спросите, владельца гражданского оружия, он вам скажет, что применение оружия, как вы правильно говорите, это еще один дополнительно сдерживающий шаг от агрессии вообще. То есть вас надо довести до такого состояния, что... Мне не нужно довести, просто нужно угрожать моей семье для этого. Просто в этот момент сейчас Машу я подскажу. Я даже, может быть, не уверена, что буду защищать себя, может быть, даже нет. Но мою семью я не представляю человека, который мог... Мужчину, например... Он стреляет не в человека. Он стреляет в опасность. Он предотвращает опасность, он не хочет убить даже. Он стреляет в угрозу. Это не есть выстрел в человека как такового, вот в такой форме, как вы это предлагаете. Готовы ли выстрелять в человека? Конечно, нет. Но речь идет о том, что в неких состояниях критических, безвыходных, понимаете, да, это вынужденная ситуация, но это не есть выстрел в человека. Это выстрел в нападающих, может быть, которые несут с собой реальную угрозу, понимаете. Вот в этом смысле я считаю, что травматическое оружие, оно имеет обратную сторону, потому что реально оно действительно слабо, и в случае какой-то необходимости оно очень условно может на что-то повлиять. Особенно зимой, например. Теплый буховик и, в общем, в принципе, все. Да, да, да. То есть это скорее некая внутренняя уверенность, ну, для меня. Я не могу сказать, что вероятность нападения, скажем, на Ксению, на меня примерно равная, да, потому что для человека, который будет нападать, он уже априори будет оценивать ситуацию. Вот. Но, но я знаю, что, например, если у меня оружие есть, я готов защитить человека, который находится рядом. Это, кстати, очень важный фактор, потому что сегодня вот даже защитить человека, на которого совершается нападение, скорее всего, скорее всего, вы или вот мужчины, которых я знаю, к счастью, они будут все равно защищать. Просто вопрос в эффективности этих действий. Ну, мы знаем и девушек, которые даже в состоянии это сделать, понимаете. И вот в этом смысле, Маш, я вас совершенно поддерживаю. Вот сама по себе идея вот такой вот защищенности, и если это будет освещено в средствах массовой информации, то, я думаю, даже и вам будет спокойнее, да, находиться, например, со мной на одном диване, зная, что у меня есть возможность вас защитить. Ну, в то же время, вот у меня, вот вы говорите, что чувство защищенности, да, наряду с чувством защищенности собственной окружающих, не появляется ли чувство некоторой вседозволенности, как бы, как у кого есть сила, то ты прав. Нет, конечно. Знаете, даже, ну, наверняка, вы меня здесь лучше подправите, есть такое понятие, понятие виктимности. Это когда человек чувствует себя жертвой. Так вот, отсутствие, так вот, отсутствие оружия очень часто ведет к этому, что, ну, человек там оглядывается как-то, и преступник, он потенциальный агрессор, он ищет эту жертву. Когда у вас есть определенная уверенность и спокойствие в себе, это может даже предотвратить нападение уже, я думаю, что вы здесь со мной согласитесь. Поэтому оружие – это многоплановая вещь, но при сравнении травматического и короткоствольного нарезного гражданского оружия, наверное, правильно выбирать все-таки то, которое действительно будет эффективно, хотя, на самом деле, уровень смертности от гражданского, от короткоствольного оружия очень часто переоценивают. Если, например, при выстреле из дробовика в упор смертность человека достигает 98%, то короткоствольное оружие – 70% максимум, что человек, 30% что он погибнет, 70% что он выживет. Потому что, как мы правильно здесь заметили, у человека защищающегося, у него нет задачи убить преступника, у него есть задача прекратить нападение, поэтому, как правило, выстрел происходит, ну, из подавляющего большинства выстрелов, больше 80% – это всего лишь воздух, даже больше 80% уже демонстрации достаточно, того, что просто устрашающий элемент. И там 2-3% по статистике США приходится непосредственно на выстрел. Из них там уже ничтожный процент на то, что он действительно будет убит. Потому что всего лишь прекратить агрессию, показать свои намерения, сказать, что нужно прекратить нападение. Поэтому вот основная цель оружия. И как в России сегодня гражданское оружие выполняет эту задачу, так, впрочем, и в других странах. Вот, например, вы упоминали сегодня закон 1996 года, когда разрешили ружья хранить дома, и в тот момент, кстати, практически на ноль сошло количество коттеджных краж. Почему? Потому что преступники четко осознали, что раньше, залезая в дом, это могло быть максимум чревато каким-то всего лишь конфликтом, и они уже будут иметь приоритет, как там, неожиданность и так далее. Но когда в доме разрешили хранить ружья для необходимой обороны своего дома, ситуация в корне изменилась, и лезть в коттедж стало уже уж слишком накладно, и можно поплатиться и жизнью. Я думаю, что здесь идея заключается в некой мифологизации. В том числе. Ведь есть же такой концепт, что если висит ружье, оно выстрелит. Даже есть такая фраза, что раз в году и палка стреляет. Вот я думаю, что это основной постулат противников разрешения оружия, как раз вот в том смысле, что раз оно есть, значит, оно должно стрелять, раз оно будет стрелять, значит, оно должно убивать. А разве не так? А разве не так? Более того, Чехов говорил о реквизите, и приводить пример не совсем корректно. С другой стороны, давайте вспомним. Ни одно оружие само по себе не стреляет. Стреляет всегда человек. Поэтому мы должны обратить внимание на людей, мы должны обратить внимание на систему контроля, систему отбора. Это было бы верно. Но говорить о том, что гражданам законопослушным нельзя позволять с использованием пистолета защищать себя, на мой взгляд, абсурдно. Или, например, вот был хороший законопроект от ЛДПР. Они предлагали разрешить бывшим военнослужащим гражданское оружие. Но, по-моему, у нас здесь нет оснований думать, что эти люди не умеют владеть оружием. Мы смотрели фильмы рекординации, наверное. Вероятно. В тот момент законопроект отклонили по причине дискриминации, почему там одним можно, другим нельзя. Но, тем не менее, я не исключаю, что законодательство будет идти по мере разрешения определенным группам. Кстати, например, вот в Украине даже травматическое только оружие не разрешено в гражданском обороте, но его можно приобретать журналистам, потому что у них особая угроза. Поэтому речь идет сегодня и о журналистах, о дальнобойщиках, о больших военных, о скорой помощи. Знаете, вот в огромном количестве нашей оживленной дискуссии у меня сейчас рождается такое ощущение, что мы хотим дать какую-то пощечину органам нашей охраны. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Потому что мы говорим, что мы должны сами себя защищать. Мы хотим, мы готовы им помогать. Давайте вспомним институты тех же дружинников. Институты резервистов Швейцарии. Мы готовы им помогать. А казачьи патрули. А казачьи, мы готовы помогать. Сегодня граждане понимая, что у нас сегодня и так рекордное количество полицейских. Мы понимаем, что на каждом углу нельзя поставить постового. И мы понимаем, что преступления, к сожалению, совершаются не на глазах у полиции. Неизбежно. С огромная страна. Поэтому мы предполагаем действительно помощь. Но вы сейчас можете привести примеры, чтобы у нас сейчас работали такие дружины? Если мы говорим, что мы готовы помогать. А сегодня, да, у нас есть закон о дружинах. К сожалению, сегодня им не разрешено приобретать оружие, но... По нарастающей идет в муниципалитетах создание таких дружин. Я вам скажу, что люди, например, те же родители, готовы патрулировать радиус школ, где учатся их дети. Поэтому не надо забывать, что не все на свете можно взять, просто контролировать, запретить и так далее. Граждане, самое главное, цена любого государства, в любом курсе политологии всегда это проходится. Что самое основное, это всегда люди. И эти люди сегодня готовы также участвовать в охране правопорядка. Готовы также вкладывать в тот мир и в ту страну, где они живут. И, на мой взгляд, нет ни одного основания не доверять им это. Тут может быть какая-то даже саморасправа идти, потому что все равно юридически они не подкованы люди. Для этого, конечно, нужно объяснять. Более того, я бы вам приводила пример, что сегодня есть необходимая оборона. И людей оправдывают по необходимой обороне. Да, у нас есть с этим проблемы, и сегодня огромное количество людей, которые находятся в тюрьме. Но, в любом случае, я предпочитаю защитить свою семью, оказаться в тюрьме, чем видеть своих родственников в могиле. Я думаю, что для любого человека, для мужчины, который защищает свою семью с оружием, выбор на самом деле очевиден. Единственный момент, который мы должны здесь понять, и он, наверное, может быть в области психологии. О том, что приобретение оружия и решение для себя, что оружие можно хотя бы для себя, это большая ответственность. Понимание того, что в экстренный момент ты не будешь сбегать, а ты будешь защищаться до последнего вздоха. Но, на мой взгляд, мне трудно представить себе человека, который сказал бы, нет, я не буду защищать свою семью. Да, пусть будет что-нибудь. Это вопрос самоосознавания, самоуверенности, уверенности близких в том, что все будет хорошо. Готовность контролировать ситуацию, брать ее в свои руки и все-таки защищаться. И не допустить того, собственно, преступления. А если не допускать возникновения такой ситуации, например? Разумеется. Первое, что нужно сделать, конечно, не допустить этой ситуации. Но оружие это последний шанс. Но если других вариантов нет, предположительно лучше иметь оружие, чем в этот момент его не иметь. Но, к сожалению, сегодня по оценкам швейцарского института в России до 10 миллионов единиц нелегального оружия. В том числе, если не ошибаюсь, 16 ракетных установок. Это нелегальный оборот гражданского оружия. Господа, о чем мы говорим? А не учитывали самодельные, например, механизмы, самострелы и так далее? Я боюсь, что это очень приблизительно. Она может быть радикально больше, радикально меньше. Но, да, сегодня есть такие данные. Но ни у кого нет иллюзий, что криминал, к сожалению, находит, чем совершать преступление. А законопослушные граждане, естественно, не приобретают оружие, чтобы не находиться под статьей, которая сегодня, 222 статья определяет это. И, разумеется, в экстренный момент они оказываются безоружны. На мой взгляд, вот эту практику ее надо прекращать и все-таки оказывать помощь своим гражданам в осуществлении ситуации необходимой. Извините, господа, у нас снова рекламная пауза. Извините, на секундочку прервемся. В эфире ток-шоу «Между тем» и мы продолжаем. Александр, у меня вопрос к вам. Скажите, семьи, в которых есть оружие, да, у них есть, ну, там, один-два ребенка. Вот, и один из них, допустим, старше, лет 18, и вот положено там дарить машины, еще что-то. И, допустим, ему к определенному возрасту, ну, совершеннолетие, пусть будет 21, решает подарить пистолет. Вот среди сверстников не будет ли это какой-то таким хвастовством? И вот именно то чувство вседозволенности пойдет? Вседозволенность не пойдет. Будет хвастовством очень умеренно, но мне кажется в этом смысле, что, вот, понимаете, любое право, оно само по себе предполагает ответственность. Это два понятия неразрывные. Что ответственность предполагает дополнительные права, что право. И вот, на мой взгляд, подросток, ну, или, там, скажем, юноша, которому дарят оружие, он будет в этом смысле чувствовать себя значительно увереннее и значимее. И ему не придется завоевывать свой авторитет среди своих сверстников каким-то, ну, не знаю, социальными поведениями. Агрессивными действиями. Да. Потому что как он может о себе заявить? Хорошей учебой это надо напрягать. Спортивными достижениями нужно пахать день и ночь. Каким-то творчеством, да, это нужно, чтобы у тебя руки и голова работали. А вот побить стекла, изрисовать вагон, там, не знаю, вырвать сумку у девушки или, там, где-то нарочито ходя по школе, закуривать табак, понимаете, вот это легко. А здесь ситуация меняется кардинально. Ему подарили пистолет. Он уже на ранг, да, выше остальных. И, на мой взгляд, это определенным образом будет его дисциплинировать. Да, разумеется. Плюс еще уровень ответственности, того, что готовность защитить человека в ситуации. Больше того, ну, просто ситуации подарка в любом случае не будет, потому что он все равно будет обязан приобрести соответствующее разрешение и так далее. Это будет его заявление и уже совершенно осознанный шаг. Но есть такие варианты, когда, там, тоже ружье, например, предполагается в качестве подарка или переходит по наследству. Но в любом случае человек будет обязан приобрести лицензию по всей строгости закона. Вы знаете, у нас сейчас на связи как раз-таки инструктор по стрельбе и тренер частной охраны Сергей Дуров. Сергей, вы слышите нас? Да, слышу. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каков процент людей или количество людей сейчас к вам обращаются как к инструктору по стрельбе? Ну, в целом, скажу, скажу, что по сравнению с общим количеством владельцев оружия небольшой процент. Сергей, скажите, а насколько сложно вообще человека научить правильно обращаться с оружием? Сколько времени для этого надо? Обычный рядовой человек. Ну, как я всегда говорила, знаете, в цирке и медведи на мотоциклах катаются. В принципе, и человеку можно обучить всему, что угодно. Просто зависит от подхода. То есть каждый человек требует отдельного подхода. Вот. Собственно говоря, не так много времени. Ну, неделю достаточно погонять. И на уровне, так сказать, бойца советской армии, он будет уверен обращаться с любым оружием. Краткоствольным, длинноствольным. То есть вы ведете уроки с любым оружием? Или есть какие-то определенные разграничения? Ну, техники, конечно, разные. Обращение с длинноствольным, с короткоствольным. Понятно, что конструкции определяют и свои особенности. Но научить это не проблема. Сергей, а вы как специалист, постоянно имеющий дело с огнестрельным оружием, вы поддерживаете идею, что любой гражданин... Ну, не любой, так сказать. При соблюдении определенных процедур, каждый гражданин Российской Федерации будет иметь право на ношение короткоствольного огнестрельного оружия? Именно на ношение. Совершенно поддерживаю. Даже более того, считаю, что это будет правильно. Почему? Ну, смотрите, у нас сейчас после последнего разгрома Министерства внутренних дел, которые назвали реформой, сократили количество непосредственно сотрудников полиции, работающих на земле, так сказать, с уличной преступностью. И фактически сейчас во многих городах полиция вообще бездействует. Она просто не может действовать. И легализация оружия, так сказать, короткоствольного, ну и легализация, так сказать, возвращения права людям на оружие самообороны нормальной, она только улучшит в этих городах криминогенную обстановку. То есть в этом случае вы считаете, что уровень преступности понизится? Понизится еще как. Ну, может быть, первый год люди постреляют. Первый год это будет. Ну, через год будет такая тишина и спокойствие, что любого дорого будут посмотреть. Спасибо, Сергей. С нами был Сергей Дубов. Здесь есть очень тонкий момент психологический, который является собой некое объединение системы. Если я знаю, что оружие есть у меня, у вас, у вас, да, то я не просто чувствую себя спокойнее и не просто чувствую... Спокойнее? Спокойнее. Конечно. И увереннее в защищенности своей семьи. Говорите за себя, я себя буду чувствовать беспокойнее. Ну, тогда у вас вопрос не будет. Достаточно просто прийти на любое стрельбище, посмотреть, как ведут себя там люди, насколько они вежливые, и там никаких расстрелов не происходит. Я каждый вечер езжу в электрическом пузе, в электричке. Я просто себе представляю. Вот сейчас там сидят люди, и каждый из них имеет... Ну, хорошо, не каждый, каждый второй. Имеет краткосвольный револьвер в кармане. И что? Вы будете защищены в этом случае. Я не уверен, что мне это понравится. Представьте себе другую ситуацию. Как я вам говорил, сегодня в России 10 миллионов единиц огнестрельного нелегального оружия. Сколько из этих людей, которые едут вместе с вами в электричке, могут потенциально быть вооружены нелегальным оружием? Никогда не задумывались об этом? А сколько из них готовы встать на вашу защиту? Если у них оружия нет вообще. Да, конечно. Сегодня, к сожалению, это будет невозможно. Вы знаете, какой аспект не затронули? Мне доводилось общаться с охотниками. Для многих все время это некоторая травма. Если им не удается, а так случается, убить животное. И мы говорим о том, что у нас у людей может быть оружие, и человек, убивший другого человека. Как это может в дальнейшем отразиться на его жизни? Мы просто обсуждали сегодня, что человек стреляет не в человека, он предотвращает угрозу. И здесь, наверное, это самый главный момент. Извините, я в тему скажу. Один мой знакомый из знакомого говорил, что в похожей ситуации, если ты защищаешься, то лучше будет, если ты человека убьешь. То, что не будет свидетелей, тебе легче будет потом доказать то, что ты применял оружие в целях самообороны. На самом деле, это не совсем так. Это как раз встревоженность по поводу правозащиты. Дело все в том, что, конечно, важный момент, это также правовая грамотность. Потому что, например, сегодня закон об оружии определяет необходимость заявить о факте применения оружия в течение 24 часов. Это с одной стороны. С другой стороны, разумеется, сегодня вы, если совершили ситуацию необходимой обороны, видите, что есть раненые, обязаны первый же звонок сделать в скорую помощь, только потом позвонить в полицию, потом вызвать своего адвоката, если он у вас есть. Больше того, ничего не трогать на месте непосредственно необходимой обороны, попытаться найти свидетелей. Да, к сожалению, сегодня действует определенная презумпция виновности, когда вы будете доказывать, что, в общем-то говоря, все сделали правомерно. Но, опять же, при наличии правильных действий, по опыту нашей организации, могу сказать, что мы защищали так людей, у нас есть успешные случаи, и это действительно работает. То есть, если все совершать по закону и все делать правильно, повышать нужно, естественно, уровень правовой грамотности гражданина, но эти процессы с реформированием закона, они должны быть параллельны, но не вместо. Нельзя ждать, что вот сейчас давайте мы сначала все вот улучшим, а потом мы разрешим гражданам все-таки защищаться. Проблемы, еще раз, сегодня есть. Высокий уровень криминальных убийств сегодня есть. Сегодня гражданам надо дать возможность защищать себя и реформировать закон параллельно, разумеется. Чем, собственно говоря, сегодня очень есть хорошая инициатива по этому поводу. Называется «Мой дом, моя крепость». Она на сайте Российской общественной инициативы, созданном специально на таких голосований, собрала уже 85 тысяч подписей из 100 тысяч, необходимых для рассмотрения закона в Государственной Думе. Это, кстати, вот один из таких допустимых шагов, которые дополнительно расширяют право гражданина защищаться от незаконного вторжения в своем доме. На мой взгляд, очень разумная инициатива, и движение права на оружие ее всячески поддерживает. Ну, по большому счету, это примерно одно и то же, что там оборона и защита, что здесь оборона и защита. Да, центральная идея оружия — это, конечно, защита. Маша, вот вы упомянули о том, что есть случаи удачные, да, когда вот... А вот неудачные есть случаи? Когда... Вот с чем это может быть связано? Мы сегодня приводили один из примеров. Во-первых, есть случаи, когда человеку не удалось защититься в суде. Такое бывает. Как правило, к сожалению, это связано не только с определенными, так скажем, установками государства, потому что у нас не такой уж плохой закон, дело не в законе. Но иногда и часто это связано с самим человеком, который просто не зная закона пытается скрыться там с места необходимой обороны или ведет себя как-то неправильно впоследствии. Такое бывает. Но, тем не менее, нужно проводить соответствующее разъяснение. Бывают ситуации неудачно необходимой обороны. Но наличие оружия дает дополнительный шанс. Это не универсальная таблетка, которую вот можно принять и вот защититься от всего. Конечно же, нет. Это требует навыков и так далее. Но это дополнительный шанс. И если им можно спасти хотя бы какое-то количество жизни, это, разумеется, стоит сделать. Мне это очень напоминает ситуацию на наших замечательных дорогах, где автомобиль тоже в какой-то момент становится средством, представляющим общественную опасность. Да, любой предмет может стать средством. Да, именно там как раз очень важен тот же самый аспект, о котором было заявлено, что вот если ты правильно поступаешь, в соответствии с законом, ведешь себя уверенно, спокойно и с соблюдением всех нормативов, то вероятность того, что ты будешь защищен, она очень велика. Вы говорите об идеальной ситуации. Да нет, это... Конечно, в идеале каждый человек имеет право на самобороны. Господа, если бы, обратите внимание, что если бы сегодня в нашей стране большая часть людей была бы неадекватна, она бы уже ликвидировалась. То есть мы бы уже все взорвали. Но мы сегодня живем в обществе, нам разрешены автомобили, они значительно страшнее, чем пистолеты. Автомобили, бытовой газ, вспомните бытовой газ, им же можно взорвать дом в конце-то концов. И еще огромное количество всевозможных инструментов. И мы доверяем эти инструменты нашим людям. И, наверное, стоит просто более внимательно присмотреться к собственному народу и обратить внимание, что, как говорил Столыпин, что законы все-таки должны прислаться для полноценных людей. А мы не должны ссылаться на то, что есть люди, у которых есть определенные проблемы. И в связи с этим давайте всем запретим. Люди не должны платить за ошибки чужих людей. Я понимаю, извините, я просто ваш аргумент продолжу. Есть еще одна точка зрения, что российская власть специально препятствует вооружению народу, потому что она его боится. Это, конечно, полный абсурд, потому что с пистолетом на Кремль, это полный абсурд. Сегодня есть дробовики, штурмовые, извините, нарезные винтовки, оптические прицелы разрешены. То есть, в общем, арсенал сегодня гражданина России значительно больше, чем, например, арсенал того же израильтянина, которому можно пистолет, это весьма легко приобрести, можно носить пистолет, но там очень проблемно, там ружье приобрести и так далее. То есть, в общем, сегодня то, что имеют граждане России, так не все страны-то имеют, собственно говоря. Пистолеты в основном разрешены, потому что это вопрос необходимой обороны. А вот с ружьями там труднее обычно. И тем не менее, как-то вот это общество существует. Кстати, в Израиле очень интересный момент, там сами, там учителя в школах обязаны иметь оружие. И таким образом они предотвращают всевозможные нападения на те же школы. Это то, что сейчас перенимает США. И, кстати говоря, в Израиле, в том числе, еще одна тема для гражданского оружия, чем она полезна, в Израиле до 17% терактов, это законодательная статистика, предотвращают сами граждане с использованием гражданского оружия. Сегодня Израиль, например, та страна, которая находится на первом месте по короткой продолжительности жизни террориста. То есть, сами граждане, видя эту ситуацию, предотвращают право нарушения, или убивают преступника, или делают какое-то другое действие. И оружие сегодня помогает этому. Сама по себе идея запрета оружия мне очень живо сейчас напомнила ситуацию с Советским Союзом, когда было запрещено обучать каратэ, например. Это же была официальная статья. Ну да, или боевые собаки. Предлагали запретить боевых собак. Понимаете, вот запрещать, 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 это всегда проще, чем как-то нести культуру. И в конце мы запретим людей. Кстати, говоря, в Государственной Думе, коли мы упоминали, высказывалась такая инициатива, как запрещение бейсбольных бит. Потому что вот они могут стать предметом агрессии. И арматурных прутов. Разумеется, арматурных прутов за ними. То есть, вообще, на самом деле, в этом театре абсурда можно дойти дальше. Нам нужно думать именно о том, как предоставить гражданину возможность защищаться от преступника. А не думать о том, что вот вдруг он напьется, или тогда он сделает. Вот эти вот, на подобные рассуждения скатываться не стоит. Стоит смотреть на факты, на официальную статистику, в конце концов, на здравый смысл. Маш, на факты смотреть очень трудно. Я как раз вот пытаясь как-то поддержать Ксению, вот с этого начал. Что мы видим? Вы постоянно оперируете статистическими цифрами. Где мы можем взять эти статистические цифры? В этой передаче мы сегодня можем. Я надеюсь, что в этой передаче люди задумаются и посмотрят там соответствующие ссылки в интернете и так далее, и сформируют свою позицию. В этом посылы, средства массовой информации, это верно. Вы знаете, я когда готовился к этой программе, я много чего читал. На каждый график в плюс идет график в минус. На каждую статистику в плюс идет статистика в минус. Вот я не знаю, где вы читали. В общем, статистика по гражданскому оружию очевидна. Сегодня нет ни одной страны, где отметился бы рост преступности при разрешении короткоствольного оружия. Даже наоборот. Например, в Великобритании там планомерно с 96-го года пошла политика по запрещению гражданского оружия. Там не только гражданским, полицейским запрещали. Сейчас немножко послабление пошли. Они сразу получили рост преступности в 2,5 раза. Преступность сразу поняла, что люди безоружны. Ну и, соответственно, увеличилось количество преступлений. Вот на самом деле даже на уровне банальной логики находится. Даже тут особых цифр не нужно. Массовая легализация оружия в США началась с 75-го года в разных штатах. После этого в течение 15 лет уровень преступности только рос. В 1991-1992 годах уровень преступности достиг своего пика. Обратите, кстати, внимание, что Соединенные Штаты разрешили... Просто легализация оружия у них вообще не стоял. Потому что у них в Конституции есть вторая поправка, которая регламентирует. Это с одной стороны. С другой стороны, традиционно самыми опасными штатами США, вы сегодня приводите статистику всего по США, являются, кстати говоря, такие города, как Нью-Йорк, Чикаго, где самые жесткие оружейные законы. Там, где тяжелее всего приобрести и носить оружие. Больше того, массовые расстрелы, о которых часто говорят, совершающиеся в Соединенных Штатах и в других, кстати говоря, странах, в Китае это с ножами делается, например. То есть предмет роли не играет, обратите внимание. И вот, например, в таких ситуациях, где это происходит? Прежде всего, в зонах свободных от оружия. Там, гансфризон это называется. И именно туда почему-то устремляется преступник, чтобы, разумеется, расстреливать граждан, которые не могут оказать ему отпор. В Техасе такого нет, потому что сам оружие есть у каждого в принципе. То есть даже представить эту ситуацию невозможно, потому что все граждане владеют оружием. И это играет определенную роль, в том числе не только в противостоянии преступности, но и серьезным фактором взаимной сдержанности. Потому что, понимая, что вот в тех же дорожных конфликтах, понимая, что на твою агрессию может быть вполне реальная встречная агрессия, не происходит ничего. Поэтому там хищники друг друга не убивают. Потому что есть полное понимание, что есть агрессия с одной стороны, ей может быть противостояние. Когда человек выходит из крутой машины и понимает, что, в общем, ему ничего не угрожает, если что, там можно где-то денег дать. Ну о чем мы говорим тогда? Давайте мы вернемся все-таки в Россию. Вот у меня есть данные, что в 2011 году против легализации оружия высказалось 83% опрошенных. А положительно к свободной продаже отнеслись только 14%. Обратительно, мы снова говорим о свободной продаже, поэтому давайте говорить о лицензированном праве на приобретение. Я вам приведу последние данные. В ЦИОМ, Центра исследования общественного мнения, наверное, весьма авторитетный источник, исследование было проведено в августе текущего года, которое показало, что положительно к изменениям, к расширению права на гражданское оружие относятся 39% россиян. Эти данные сегодня есть в открытом доступе, их можно просмотреть и сверить. Еще три года назад по аналогичным исследованиям количество сторонников гражданского оружия было только 14%. Поэтому по мере, в том числе и нашей передачи, это дополнительная возможность для людей узнать об этом, обычно классический пример в том, что человек, к сожалению, не представляет себе, что сегодня уже разрешено оружие. И что на самом деле вопрос идет не о том, разрешить или не разрешить, а вопрос идет о том, чтобы всего лишь дать дополнительный инструмент к уже разрешенному мощному оружию. Вы знаете, у нас сейчас на связи Максим Каноненко, журналист и писатель, который выступает как раз-таки яро против оружия. Максим Витальевич, слышите вы нас? Да, вот он и видим. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, здравствуйте. Все, мы вас слышим и видим. Максим Витальевич, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к теме нашего обсуждения, того, что нужно легализовать продажу огнестрельного оружия? Вот эта тема очень старая, и противные стороны в этой дискуссии давно уже такой выработали набор аргументаций, совершенно железобетонные, непробиваемые. Каждый раз просто эти аргументы повторяются один за другим. И на этом, собственно, дискуссия заканчивается, потому что каждый остается присвоен. Мне кажется, что надо не статистические данные приводить, а задуматься вообще о метафизике оружия. Это показывает Гудков, не каждый остается при своем. Оружие – это такая вещь, которую хочется применить. Вот я остаюсь убежденным сторонником того, что оружие – это та вещь, которую хочется применить. Посмотрите фильм «Макаров», например, где это довольно хорошо показано. Скажите, пожалуйста, а вы являетесь владельцем гражданского оружия? Нет, я стараюсь не связываться с вещами, которые... То есть если оно у вас будет, вы будете хотеть его применить, я правильно понимаю? Безусловно, конечно. А с какой целью вам хотелось бы его применить? Если он на неровно поездок, любое оружие, оно когда-нибудь выстрелит. Вот то самое оружие, которое висит на стене, оно когда-нибудь выстрелит. Это ровно та причина, в которой в Америке каждый месяц приходят люди в публичное место с пулеметами и начинают расстреливать людей. У них нет никакой цели, кроме желания. Не важно, совершенно легально ли это или нелегально. Важно то, что если у человека, ну как, есть оружие, он захочет из него выстрелить. Вот и все. И осознание того, что у кого-то другого там есть оружие, оно никого не остановит. Но не забывайте, что у нас в стране в 4 раза больше убийств. В США есть подавляющее большинство. Это не потому, что в США есть у людей гражданское оружие, а потому что у нас люди так устроены. У нас 80% из этих убийств, это убийства на кухне, за бутылкой, буретом или ножом. Причем здесь оружие, скажите, пожалуйста? То есть убийство на кухне бутылкой, при чем здесь оружие, как бы? Потому что если у человека будет оружие, ему этих убийств будет больше. Просто потому, что оружие применить веселее и прикольнее, А сегодня же есть оружие. Скажите, пожалуйста, почему с использованием оружия не совершается бытовых преступлений? Вот объясните, пожалуйста. Совершается. Почему? Периодически. И вот буквально... Я вам привела пример. 6 тысячных процентов. В Москве полицейские ловили человека, который на улице стрелял по людям. И дружья. Мне кажется, здесь основа психологическая. А полицейских двоих застрелили третьего дня. У людей был обрез, пистолет ТТ. И что же там еще? Ну, нелегальное оружие. Ну, это нелегальное оружие совершенно. А какая разница? Легальное или нет? Это большая разница. Колоссальная. Большая разница. Принципиальная разница. У меня сегодня нет нелегального оружия, потому что я законопослушный гражданин. А когда вы выпили 0,7, вы забываете о том, что вы законопослушный? Тогда вам нельзя иметь оружие. Ну, он и не имеет оружия, все логично. Вы пиваете. По 0,7 вам и не дадут оружие, не волнуйтесь. А у нас тоже не выдают, по идее, водительские права людям, состоящим на учете в наркологическом диспансере. А что ж мы всех не передавили тогда, если у нас права водительские разрешены? А вы почитайте новости. Может быть запретить? Я работаю в новостях. Каждый день. А машина тоже провоцирует преступление? Безусловно. А, и машина провоцирует. Я предлагаю запретить автомобили. Начнем с этого. Ну, я бы начал с собак. И собак запретить. А я бы еще, еще бы интернет запретил, потому что он тоже нарушает все это. Знаете, здесь дискуссия потом дальше у нас пойдет. А можно ли голосовать вообще? Можно ли голосовать вообще? Может быть, и даже нет? Существуют люди, которые считают, что не стоит всем давать избирательное право. Например, Юлия Леонидовна Латынина придержится. Не, ну вот логика получается дальше. То есть если нет права на оружие, на самозащиту, значит, право на жизнь уже вроде как ущемляется. Может быть, тогда и голосовать права-то не имеем. То есть тут вот как-то тонкий момент. Чтобы еще застретить. Чтобы развивать дальше-то. Вы хотите меня как-то подколоть на этом и смутить? Но, честно говоря, вы исходите из презумности добросовестности человека по признаку принадлежности его к хомо-сапиенсу. Я считаю, что подавляющее большинство людей это дебилы и идиоты. Вам тяжело, что в этой стране не перебьете. Прошу прощения, господа, не перебьете. Максим, скажите, можно ли решать вопрос о легализации оружия в Российской Федерации путем референдума? Ни в коем случае. Более того, я абсолютно убежден в том, что в Соединенных Штатах Америки люди, которые находятся во власти, спят и видят, как бы они запретили оружие, потому что так жить спокойнее. Но они не могут этого сделать, просто потому что там так исторически сложилась ситуация. У нас, слава богу, большевики наплевали на политез и лишили людей оружия после войны. Слава богу. Ну, почти лишили, на самом деле. На самом деле, почти лишили. Первый лозунг был совсем другой. Вооружение народа, насколько я помню. Да, да, да. Истинная плот народной свободы, Владимир Щекленин у нас говорил так. Как-то тоже не стыкуется. Похоже, у вас окрошка в голове. А потом лишили. Большое спасибо им за это. Мой прадед был даже казак. Кстати, режим оружия был значительно либеральным в советское время. Он отнес свое оружие в милицию, сдал, и с тех пор больше не был донским казаком. Вращел пчел. Тогда он не христианин, пацифист. Спасибо вам. Максим, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. У нас полторы минуты времени. Да, конечно. В резюме. Ну, что можно сказать в итоге? Вот мы посмотрели типичную позицию противника гражданского оружия, услышали тот набор аргументов, которые мы уже сказали. Я, например, верю в референдум и совершенно уверена, что граждане при должном объяснении им ситуации, то есть при информированности, смогут сделать правильный выбор и определиться, что право на гражданское короткоствольное оружие нужно. И учитывая мировую практику и российскую практику, в том числе, это серьезно улучшит ситуацию сегодня в стране. Ксения, а вас переубедили? Я скажу так. Говоря об оружии, мы говорим о безопасности, в первую очередь, проблемах безопасности. И я думаю, что проблема безопасности не решится таким образом. Да, в каких-то случаях это верно, но все-таки должно быть много усилий направлено на то, чтобы нас защищало государство, в первую очередь, и наше отношение к полиции. Спасибо. Я категорически против такого огульности, великолепный пример мы посмотрели. Я считаю, что наши граждане вполне законопослушны и вполне правоприемны, дееспособны. И я убежден, что референдум – это единственная правильная и адекватная форма демократического взаимодействия с гражданами. Так что вот я за баланс. Ну что ж, я думаю, что наших телезрителей мы оставим право за ними. Конечно. Они уже решат. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.